Морской, нефтяной и геополитический – это не три орешка для Золушки, а три удара для Путина. В нашей программе «20 минут» разбираем и анализируем, как идет на дно флота и остатки репутации страны-агрессора. Меня зовут Ирина Узлова. Поразили. Сатурн сошел с орбиты, больше никуда не поплывет и не полетит. ГУР уничтожила российский буксир «Сатурн» в нашем Крыму. Поражение судна произошло после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории. Украинские военные уничтожили российский буксир «Сатурн» в Крыму в ночь на четверг 6 июня. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны. Спецподразделение 9-го департамента ГУРМО возле берега временно оккупированного Крыма нанесло успешнейший удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 «Сатурн» или «Протей». Говорится в сообщении, в результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков было уничтожено в пух и прах. Буксир есть буксир, но настроение оккупантам подпортили знатно. А самое главное показали, что безопасных мест для врага в акватории нашего моря у берегов нашего Крыма просто не существует, говорит военный обозреватель Денис Попович. И делает он это эксклюзивно в нашем эфире. Буксир себе и буксир, его военное значение довольно-таки ограничено. Хотя одной посудиной меньше стало в оккупационном Черноморском флоте. Больше ни одному кораблю, который он должен был буксировать, он уже не поможет. Еще один факт это то, что в этот раз им не помогли боновые заграждения. Это еще один важный аспект. Скорее всего, была найдена возможность их преодолеть. Как мы видим, ГУР использовали не один дрон, чтобы обойти эти боновые заграждения. Эта спецоперация продемонстрировала, что попытки РФ защититься от водных дронов бесполезны. При этом разрушительное огневое поражение действительно было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории. Добавляют и соглашаются в ГУР. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире нашим коллегам назвал операцию морским ударом. На видео, которое обнародовало ГУР, видно, что в атаке были использованы морские дроны. Были ли это дроны Магура, самая известная разработка ГУР, спецслужбы не уточнили. Все в точку. Еще минус один вражеский корабль подытожил Юсов работу спецподразделений ГУРМО. Прямо в цель. Настоящим заданием наших разведчиков стало показать, что никакие боновые заграждения, никакие старые баржи, боевые и не только дельфины не спасут оккупантов от эффективной и прицельной работы уникальной украинской разработки. Услышим. Надо сначала пройти испытания, и наши ГУР этим активно занимаются. Враг в Крыму ставит там какие-то баржи или другие заграждения, и создаются определенные препятствия. Также нашими силами и затем отрабатываются. По возможности эти системы защиты обходить. В данном случае посмотрели, что действительно можно успешно обойти эти заграждения и теперь нанести поражение. Еще и корабль потопили. То есть не только проверили, но и прошли защищенные зоны. Что же это за буксир? Буксир «Сатурн» проекта 498 или «Бычок». Это серия портовых рейдовых буксиров советских времен с двумя винтами. Они были разработаны еще в 1960-х годах и входили в состав Советского флота под шифром «Протей». Эти буксиры также были известны под названием «БК-1200» и «Бычок». В Советском Союзе такие суда использовали как рейдовые буксиры для различных служб гражданских портов, а также в службах обеспечения военно-морских баз. Буксиры имели усиленный ледовый класс, достаточно высокую как для своего времени мощность, а потому их использовали во всех портах СРСР. В течение десятилетий проект претерпел немало доработок и модернизаций, в частности, вариантом является проект 04983. На долгое время «Бычки» стали основным типом портовых буксиров-кантовальщиков в СРСР, а затем и в России. Буксиры-кантовальщики – это суда, используемые в портах для разворота или отвода носа, или кормы крупных судов от причала, перевод их на другое место стоянки и т.п. Они способны выполнять работы по вводу, выводу, перестановке и швартовке крупнотоннажных морских судов всех типов в портах и на рейдах, в том числе и в ледовых условиях. Буксиры, оборудованные системами пожаротушения, могут участвовать в тушении пожаров. В годы Холодной войны буксиры «Сатурн» массово экспортировались из СРСР, в частности, на Кубу, Вирак, Восточную Германию. Именно классу «Сатурн» принадлежал и украинский буксир «Яныкапу» 1974 года постройки, который российские военные корабли атаковали в ноябре 2018 года. Тогда корабельная группа «ВМС Украины» в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянский», «Никополь» и рейдового буксира «Яныкапу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В международных водах в районе Керчевского пролива российские корабли, истребители и вертолеты совершили нападение на украинские корабли и, применив оружие, захватили в плен 24 моряка и представители силовых структур Украины. Экипажи захваченных судов провели в плену 10 месяцев. В мае 2019-го Международный трибунал по морскому праву постановил, что Российская Федерация должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть захваченные катера и буксир. Во время большого обмена в сентябре 2019-го Россия передала Украине военнопленных моряков, а корабли вернулась через месяц в разбитом и разворованном состоянии. Буксиры «Сатурн» – стальные, однопалубные, двухвинтовые дизельные буксиры, машинным отделением в средней части и смещенной в нос двухъярусной настройкой с ходовым мостиком. Но любую сталь пробьет наше желание выгнать врага с нашей земли, неба и моря и наши новейшие разработки. Тем временем, как говорится, укакаюсь, но не покорюсь. Россияне после длительного перерыва вывели в море большие десантные корабли и ракета-носитель. Российские оккупанты после длительной паузы вывели в Черное море два больших десантных корабля в сопровождении ракета-носителя. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Блесцентра стратегических коммуникаций Силы обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, после потери малого ракетного корабля «Циклон» последнего ракета-носителя, находившегося в Крыму, россияне вывели, передислоцировали из АРК шесть единиц корабельно-катерного состава «Боятся». Седьмая единица по пока неизвестным причинам остается у берегов полуострова, потому что была вынуждена зайти Феодосию. Теперь для россиян простая боязливая прогулочка по морю уже целое событие. Вот вам и немощь, когда-то мощи Черноморского флота РФ. Сегодня на внешний рейд Новороссийска россияне вывели два больших десантных корабля. Это, можно сказать, событие, потому что давно они моря не видели. Вышли в сопровождении подводной лодки «Алроса», которая не является носителем крылатых ракет. Даже в сопровождении надводного носителя крылатых ракет, который может иметь на борту до восьми единиц, «Но мы отслеживаем эту ситуацию, не исключая, что эти боевые единицы РФ могут выполнять межбазовый переход, потому что в Новороссийске не хватает места для размещения всех военных кораблей ЧФРФ. Поэтому противник может сейчас рассредотачивать свой корабельно-катерный состав. Скоро мы это узнаем, но я очень сомневаюсь, что они пойдут в направлении Крыма». Что-то смелели. Россия проведет военные учения под боком Уша в Карибском море. Российские военные, корабли и самолеты в ближайшие недели должны прибыть в Карибское море для проведения учений. США отслеживают их. По словам американских чиновников, так Москва на фоне эскалации в отношениях с Западом пытается продемонстрировать, что все еще является крупной военной державой, передает Айпи. Вашингтон на прошлой неделе разрешил украинским войскам использовать свои ракеты и артиллерию для ударов по российской территории с целью защиты своих северо-восточных регионов. В ответ Владимир Путин пообещал в очередной раз асимметричные ответы действия в других регионах мира, которые могут угрожать противникам России. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, создания для нас проблем, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», сказал Путин. «Идущие на Карибы российские корабли могут зайти в порты Кубы и Венесуэлы», рассказали журналистам американские чиновники на условиях анонимности. По их данным, планируемые учения, безусловно, часть ответа России на растущую поддержку Украины со стороны США. Один из них добавил, так Россия хочет показать, что все еще может в какой-то степени демонстрировать силу на глобальном уровне. Военно-морские учения в Карибском море пройдут после того, как Россия потеряла около трети Черноморского флота. Украина, у которой флота нет вообще, смогла с помощью ракеты морских беспилотников потопить и повредить более 26 судов и подлодок, по данным ОРИКС. Это позволило нам очистить акваторию Черного моря для экспорта своей сельскохозяйственной продукции. Да и вообще, дышать стало легче. Впрочем, Северный флот России, имеющий ядерное оружие, сохраняет боеспособность, отмечают западные военные эксперты. Выскопоставленные чиновники администрации Байдена назвали прибытие российских кораблей заметным, но не беспокоящим их событием. По словам двух из них, в учениях, за которыми будут тщательно наблюдать США, будет задействована небольшая группа военных и вспомогательных судов. В четверг администрация сообщила об этом членам Конгресса. Россия не известила штаты об учении, хотя обычно страны это делают, нормальные страны, чтобы не спровоцировать недопонимания и осложнений. Тем не менее, по словам американских чиновников, военные любых стран имеют право проводить учения в международных водах. Ранее Россия уже несколько раз делала это и в Карибском море в частности. И пока Путин трясет остатками роскоши в Карибском море и подумывает, что море Балтийское ему хоть как-то еще светит, и он может раскачивать там информационными вбросами ситуацию, НАТО ему показывает, заплывать за буйки Володя не стоило. В Балтийском море состоятся военные учения Белл-Топс, которые в 2024 году станут крупнейшими в истории. В них примут участие 50 военных кораблей из 20 стран НАТО. Более 30 кораблей уже пришвартованы в Клайпесском порту. Известно, что порт готовится к их приему в течение нескольких месяцев, пишет ЛРТ. Отмечается, что в крупнейших военно-морских учениях примут участие 9 тысяч военнослужащих, 50 кораблей, а еще 80 самолетов из 20 стран НАТО. 53 учения показывают единство Альянса и решимость дать отпор врагам везде. Россия в последние месяцы недели делает различные заявления о возможном пересмотре границ в Балтийском регионе. Есть признаки увеличения рисков для подводной инфраструктуры. И все эти вопросы и угрозы отражены в нынешних учениях НАТО. Отметил начальник военно-морских операций Гэдрюс Пременецкас. В издании добавили, что учения начнутся из порта Клайпеды, а командиры кораблей получат задание завтра. Операции будут происходить по всей акватории Балтийского моря. В свою очередь, Швеция впервые участвует в учениях как член НАТО. Военно-морские силы разворачивают два корабля – корабль разминирования и патрульный корабль. Они будут работать в разных группах в соответствии с инструкциями своих высших командиров, объяснил Пременецкас. Также известно, что во время учений Клайпеда примет 32 военных корабля, крупнейшими из которых будет 210-метровый эсминец ВМСШ Нью-Йорк. Лоцманские услуги предоставляются группами, когда корабли или больше, если они меньше, собираются в одну группу, а более крупные корабли заходят один за другим. Два крупнейших судна пришвартуются у причалов Класка, другие – в зимней гавани, а остальные суда – меньшие по размеру на реке Даны, рассказывает генеральный директор Клайпедского морского аппорта Альгис Салатакас. Журналисты LRT добавили, что организаторами учений Балтопс 24 являются военно-морские силы США в Европе и Африке и 6-й американский флот. Активные операции на море начнутся уже в эту пятницу. Бавовна. Летняя порционная зажигательная. Дроны ГУР атаковали нефтебазу Белгородской области. Под удар дронов этой ночью попала российская нефтебаза Белгородской области. Это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны, рассказывают источники в силах обороны. Задача выполнена, мероприятия продлятся, сказал собеседник из Данию. Конечно, такие мероприятия по душе нам и совсем не к сердцу оккупантам. Отметим, что об атаке дронов Камикадзе на нефтебазу Старооскольского городского округа сообщил и губернатор Белгородской области Слава Гладков, у которого вечные настоящие проблемы. По его словам, в результате загорелся один из резервуаров, но пожар Якобы был ликвидирован и никто не пострадал. Четырем пожарным расчетом очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окошки в здании охраны. Пострадавших нет, написал Гладков. Этой ночью из-за атаки дрона в РФ также пылало и на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в области Ростовской. Два раза. Местные власти утверждали, в результате попадания там загорелся пожар. По информации местных телеграм-каналов, в районе НПЗ раздалось несколько взрывов и поднялся столб огня прямо в небо. На утро пожар как будто бы потушили, а вот последствия нет. Сообщается, что после прилета беспилотников загорелись две установки АВТ, это атмосферная вакуумная трубчатка. Пожар, возникший на площади 100 квадратных метров, тушили около получаса. Якобы работы по тушению пришлось приостанавливать из-за повторной атаки. СМИ также сообщают, что пострадавших якобы нет. Оно перепугалось и угрожает. А на самом деле что-то там мямлит. Буду реагировать, говорит. Удары по РФ с участием стран Запада означают их прямую войну против России. Москва будет реагировать. Истерично забрел Путин. При этом он уже увидел на своей территории атак АМС, который запускают прямо из Пентагона, как он считает. Ну и, конечно же, штормшедовцы, как сказал бы Шойгу, который отправляет бомбить сам Риша Сунок. Лично сидит и запускает. Путин говорит, я достану свое оружие, которого почти нет, и отдам неким загадочным внезападным странам, у которых это оружие и выклянчивает Путин, собственно, для войны с Украиной, судя по всему. Мы будем их уничтожать. Второе. Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие, такого же класса, в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России. То есть ответ может быть асимметричный. При этом голод мира Путин вспомнил вновь, что его как будто бы кинули со Стамбульскими соглашениями в 2022 году киевские террористы и вражеский Запад. А так он с детства за мир, просто никто в мире этого не заметил. И есть нюанс. Путин войну заканчивать не собирался и не собирается. Все, что он говорит, не соответствует действительности. Ему не нужен мир. Вопрос в другом, кто окажется сильнее в военном, психологическом и ресурсном потенциале, рассуждает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в нашем эфире. Все, что говорит Путин, это слова, лишенные какого-либо сенса. Это он говорил и полгода назад, и год назад, и будет говорить дальше, пока не сядет на скамью подсудимых. Он будет и дальше говорить, что Украины никогда не было, а была только Россия. Он будет дальше нести этот бред, что не я напал, а на меня напали, что он помогает какому-то там народу Донбасса, которого не существует вообще. Тут вопрос, у кого будет психологическая устойчивость, у нашей коалиции или Путина, у кого будет паритет воевать ресурсами. И третий, это, наконец, оставить Россию, страну-агрессора, возможности финансировать войну. Между тем, у Байдена спросили, применялось ли уже оружие американского производства в России с тех пор, как он разрешил его использование, ограничив применение районами вблизи Харьковской области. Президент США не дал прямого ответа, но ясно дал понять, что они не будут разрешены для использования в качестве мишени для столицы страны-агрессора или резиденции правительства России. А жаль. Они разрешены для использования вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы для атаки конкретных целей в Украине. Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль, на 322 километра вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю, заявил Байден. В то же время американский лидер отреагировал на заявление российского диктатора Путина, что поставка оружия для нанесения ударов по РФ является прямым участием в войне. Сказал, я знаю его более 40 лет, он беспокоит меня уже 40 лет, он непорядочный человек, он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекратить нападение. Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю, для нанесения ударов прямо через границу, где они получают значительные обстрелы из обычного оружия, используемого россиянами для того, чтобы попасть в Украину и убивать украинцев. Там и надо их уничтожать, заявил Байден. А канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя разрешение бить немецким оружием по цели на территорию РФ, заявил, что Украина, согласно международному праву, может защищаться от нападений на свою территорию, города и граждан. Шольц объяснил свое решение тем, что Россия открыла новый фронт против города Харьков. По этой причине Украина также может использовать оружие, которое поставляем мы и наши союзники, всегда в соответствии с международными правовыми обязательствами, подчеркнул он. В то же время канцлер Германии Шольц отметил, что не допустит втягивания Германии в войну России против Украины. Это правильно тесно координировать действия с нашими партнерами и союзниками снова и снова прежде, чем принимать такие далеко идущие решения. Граждане могут рассчитывать на то, что мы будем действовать взвешенно, что мы тщательно взвесим все риски. Я на этом стою как канцлер, который предан миру и безопасности Германии, добавил он. Путин соврал, что на НАТО нападать не будет и не планировал, при этом употребив свойственную для себя подзаборную лексику. Бредом собачьим Путин в 2019 году называл и полномасштабную инвазию в Украину, а в 2022-м ее и начал, продолжив развязанную им еще в 2014 году войну. Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов также прокомментировал старые песни о главном исполнении российского диктатора, отметив, что тот врет безбожно и всегда. Мы слышим каждый раз, когда выступает Путин, он врет. И с какой целью он врет, должны анализировать. Понятно, что это инструменты ПСО. Используется в том числе накануне саммита мира, форума мира, который проводит Украина и международная коалиция. Партнеры, свободные страны с целью урегулировать честно и справедливо, остановить агрессивную войну России против Украины, сказал Юсов. Так, добавил он, эти выступления сориентированы в частности на то, чтобы сорвать эти усилия Украины и тех стран, которые поддерживают международное право. Значит, все правильно делается. Значит, дипломатические усилия вместе с украинскими оборонными, безопасностными усилиями идут в правильном направлении. Различно, род Путина вынужден об этом говорить, отметил представитель ГУР. Тем временем, НАТО не видит угрозы нападения России на страны Альянса, говорит Генсек Альянса Янстолтемберг. По его словам, НАТО является сильнейшей военной силой в мире. Генсек НАТО заявил, что в Альянсе не видят прямой угрозы со стороны РФ для стран-членов. Об этом он сказал во время визита в Финляндию. Во время совместной пресс-конференции с президентом страны Александром Стубом Генсек сказал, что сейчас непосредственной угрозы нападения России нет. По его словам, НАТО является сильнейшей военной силой в мире. В то же время Ступ отметил, что лучшим способом для предотвращения войны является подготовка к ней. Он считает, что сейчас нет угрозы для стран Северной Европы или Балтии со стороны страны-агрессора. Позор и убогость в Петербурге. Эти никчемные, уже никому не страшные заявления Путин произносил в рамках пресс-конференции перед началом уже давно бесславного, никому не нужного Петербургского международного экономического форума. Впрочем, от слова «международный» там уже разве Зимбамфы? Иронизирует в нашем эфире российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко и рассказывает эксклюзивно, какие же на самом деле угрозы таит Путин в своих громогласных заявлениях, которые он делает, подергивая своими ручонками. Он действительно международный, потому что там были две великие экономические державы. Это Боливия и Зимбамфа. Вот две страны, которые посетили два лидера, главы государства, которые посетили этот форум. Так что вот можно судить, насколько он международный. Что касается заявлений Путина, то они действительно носят такой немножко дворовый характер, истерический характер. Потому что действительно события последнего времени особенно, еще раз хочу подчеркнуть, конечно, самое главное событие этого года – это снятие запрета для ударов по территории России. Это коренным образом может изменить ситуацию на фронте, тем более, что сейчас уже открыто парламентарии, конгрессмены требуют полного снятия запрета. Не только запрета ударов по территории, граничащей Скайперской области, но и вообще полного снятия запрета. А это вообще принципиально изменит ситуацию на фронте. Начинается месяц принципиальных изменений и на международной арене. Месяц геополитического прорыва. Без преувеличения. Атлас-мейкеры и ключевые строители архитектуры международной безопасности открыли сегодня плеяду масштабных встреч, на которых Украина будет стоять на одном из первых мест для обсуждения с целью всецелой поддержки. И старт международному параду переговоров был дан сегодня в Нормандии. А Путину показали и покажут. Пора с ним кончать. И точка. Ведь Россию туда не позвали. И вряд ли когда-то позовут. Сегодняшний день напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии. А нашего гаранта туда позвали. И эти слова он говорит по прибытию в Нормандию. Нормандия. Впереди важные мероприятия и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизнь. А также особое событие, принять участие в котором для нас очень почетно. Празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Это мероприятие и сегодняшний день напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, когда украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда. Настоящее единство способно победить и сейчас. Резюмирует президент Украины Владимир Зеленский. Мы будем помнить и противостоять диктаторам соглашается цивилизованный мир. Британский король Чарльз III выступил на церемонии во Франции, призвав в свободный мир противостоять тирании. В сегодняшней речи во Франции британский монарх заявил, что тогдашние западные союзники помнят урок, который напоминает нам о себе снова и снова на протяжении десятилетий. Свободные страны должны объединиться, чтобы противостоять тирании. Звуки волынки в море, мемориальные мероприятия в Нормандии начались на самом рассвете, в точное время высадки войск союзников на Нормандские пляжи в 1944 году. В этот раз присутствие президента Украины Владимира Зеленского во Франции 6 июня стало напоминанием о том, что часть Европы находится в сетях крупнейшей войны с 1945 года. Смертельная война также бушует в Газе, тогда как живая память о Второй мировой войне уходит в исторические хроники, пишет The Guardian о сегодняшних церемониях в Нормандии. А французская Лемонт пишет, что в присутствии американского президента Байдена, короля Карла III, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Италии Серхио Матареллы, президент Франции сможет продемонстрировать единство Запада тогда, когда в Европе снова бушует серьезный конфликт. Будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, а Россия, приглашенная 10 лет назад, была формально отстранена от церемоний из-за ее захватнической войны против Украины. В кулуарах этих церемоний Жобайден будет иметь возможность встретиться со своим украинским коллегой, чтобы определить, как продолжить углублять поддержку Украины, добавляет издание. Они дали нам будущее, полная надежд. Так вспоминают те, кто пережил высадку союзниц и войск в Нормандии и ту Вторую мировую войну. И мы сейчас чувствуем схожие ощущения и эмоции, и верим, что наши западные партнеры дадут нам это будущее, полная надежд. Друзья, Ирина Узлова была вместе с вами. Наша программа «20 минут». Приходите к нам завтра. Увидимся и победим. Продолжение следует...